600 школьников и студентов вышли на старт традиционной самарской легкоатлетической эстафеты. 4300 метров, путь не длинный, но сложный. Дистанция проходит по четвертой очереди набережной с серьезными перепадами высот. Команды комбинированные. Начинают парни, финишируют девушки. Достаточно высокий уровень подготовленности. Ребята хорошо бежали, очень много детей, занимающихся легкой атлетикой. Это видно по бегу, как они. Это дети, которые выступают на уровне, наверное, в среднем, где-то второго взрослого разряда, если брать результат. То есть кто-то бежит быстрее, есть и кандидаты в мастера спорта. Юлия Гумель начала бегать студенткой за Поволжский госколледж. Короткие дистанции, 100 метровки. Но и эстафеты тоже ее конек. Не случайно ее сборная стала чемпионом среди техникумов. С командой веселее выигрывать. Команды там, ну все равно с командой лучше. Мы молодцы, мы старались, мы выиграли. Ну было тяжело, конечно, но все равно вырвали победу. Чемпионы готовились к самарской легкоатлетической эстафете две недели в Анапе. До этого тренер провел полномасштабную селекционную работу. Трудиться надо, искать таланты, находить их. Мотивация, достичь результата и попасть в сборную Самарской области. И ехать на чемпионат России, защищать честь Самарской области. Студенты, архитекторы и авиаторы – нечастые гости на легкоатлетическом старте. Поэтому и призы им не достались. Чемпионами Самары стали 133-я школа Кировского района, Поволжский государственный колледж и политех. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok